итак ребята тут такая хрена интересная я прибежал издалека прибежал издалека вот такая штука что это непонятно терочка выкопала я такой как бы в первый раз вижу какой-то знак в тяжелом металле и в сзади смотрите петли для пришивания знаете как на ополченческих крестах такие петельки были и возможно это что-то этого рода крылья и якорь очень интересная находка пишем если кто знает а если я узнаю ты вы об этом узнаете в первую очередь может найду исторический факт а в руках у меня офицерская эмблема аэронавта вы наверное сейчас чешите затылок а кто же такой аэронавт давайте я вам об этом расскажу в 1890 году при императоре александром третьем началось формирование крепостных воздухоплавательных отделений по этой фразе вы уже наверное догадываетесь что за знак мы откопали и о чем пойдет речь создание российской военной авиации предшествовала большая работа отечественных воздухоплавателей военные аэронавты вложили теорию и практическую основу для совершенствования воздушного флота история российской авиации принято отсчитывать со второй половине 19 века на вооружение российской армии состояли воздушные шары в конце века действовал отдельный воздухоплавательный парк командиром парка был назначен поручик александр матвеевич кованько последствующие годы дослужил до звания генерал-майор командовал первую восточно-сибирской воздухоплавательным батальонам давайте ближе к делу 27 ноября 1890 года император утвердил в рисунке и подробное описание униформы воздухоплавательных частей поскольку воздухоплавательные части относились главному инженерному управления то форма воздухоплавательных практически повторяла обмундирование саперных батальонов но с некоторым отличием и новый специальным знаком якорь с крыльями вот мы и выяснили наша находка является офицерской эмблемой с погон и датируется с 1890 по 1917 год является редкой ну и давайте посмотрим насколько редкий этот знак как мы видим копия этой эмблемы продается за тысяча семьсот рублей а оригинал с утратами тысяча пятьсот о кстати видите еще одни крылышки но уже без якоря а с колесиками и это я отметил неспроста вернемся к этим колесиком позже а сейчас возвращаемся на шов вообще огонь еще огонь а а Субтитры создавал DimaTorzok